Здравствуйте, друзья! Сегодня мы с вами готовим потрясающе вкусную закуску из серии Дешевое Сердита. Я его называю Домашний Зельц, но на самом деле это рулет из свиных шкурок. Прекрасно подходит под водочку, коньячок и так далее. А понадобится нам 1 чайная ложка шашлычной приправы, либо приправы для мяса, 1 чайная ложка приправы хмели-сунели, 1 чайная ложка соли, 1 чайная ложка черного молотого перчика и 1 чайная ложка красной молотой паприки для придания цвета. Все это мы перемешиваем. Добавляем сюда 5 зубчиков чесночка, предварительно их измельчив. И прослойка для рулета готова. А также нам понадобятся сами свиные шкуры. Я их покупаю на рынке, либо в магазине. Вот такие тоненькие. Не берите толще 1 см. Обычно они уже чистые, но желательно проскоплить их дополнительно ножом. Раскладываем шкурки. Кстати, шкурки могут быть не обязательно ровным пластом. Можно использовать и кусочки, если вам не повезло купить цельную шкуру. Кусочки укладываем друг к другу, смазываем специями. На 1 кг свиных шкур вот такое количество специй. Делите их на 3 части. Ложкой растираем специи по кусочкам и скручиваем туго-туго в рулет. А самый большой кусочек оставляем под низ, чтобы наш рулет не развалился. Как только вы скрутили кусочки, перенесите его на самую большую шкурку, тоже предварительно смазанную специями. Все скручиваем как следует. И еще нам понадобится с вами бечевка или веревка, чтобы этот рулет связать. Бечевкой делаем одну тугую петлю на краю рулета и пропускаем по длине, чтобы с краев ничего не вывалилось. И начинаем обвязывать, как обвязывают колбасу. Если вы не можете обвязать именно так, как мы показываем, сделайте несколько тугих петель на расстоянии 3-4 см. А теперь обрезаем кончики. Посмотрите, какой прочный красивый рулетик получается. Мы его опускаем в кастрюлю. Заливаем водой, чтобы вода только-только покрывала наш рулет. Добавляем туда столовую ложку соли без верха, 4-5 штук лавровых листиков, 15 штук черного перца горошком. И ставим варить на 3 часа, постоянно переворачивая. После закипания снимите пену и уваривайте на медленном огне, чтобы кастрюля чуть-чуть кипела. А сейчас в глубокую миску наливаем 1 столовую ложку хорошего соевого соуса, выдавливаем туда 3 зубчика чесночка и все перемешиваем. Этим соусом мы будем с вами смазывать горячий рулет, когда он приготовится. Рулет приготовился и достаем его прямо сразу в подготовленный рукав для запекания, чтобы не марать лишнюю посуду. В рукаве подготовленным соусом кисточкой смазываем наш рулет. Разогреваем духовой шкаф на 200 градусов и ставим запекаться примерно на 1 час. Смотрите сами, каким цветом вы захотите корочку на вашем деликатесном рулете. Плотно завяжите рулет, не забудьте его проколоть в нескольких местах, чтобы он не вздулся и не взорвался. Рулет готов. Просто красота. Проверяется он зубочисткой. Если зубочистка входит легко, как в теплое масло, рулет приготовился отлично. Теперь мы его оставляем в холодильнике на 5 часов, чтобы он остыл. Остывший рулет достаем, срезаем с него бечевку и вуаля! Вот такая красота получается! Я думаю, у вас уже потекли слюнки. И не зря! Обязательно приготовьте! Это самый бюджетный и самый вкусный вариант рулета. Нарезайте его на любые ломтики. Он пойдет как на закусочку, так и просто с горячим хлебом, как бутерброд. Готовьте с удовольствием! До новых встреч!